Всем привет дорогие друзья, с вами снова Кланги Блейз и сегодня я бы хотел вкратце обсудить с вами некоторые новинки серии Лего Звездные Войны, изображения которых у нас уже появились, до новинок 14 не простые, а в честь 25-летия серии Лего Звездные Войны. В числе этого события они решили выпустить 5 наборов, у нас пока лишь для двух из них имеются изображения, но зато для двух самых интересных, что касаемо остальных трех пока еще нет никаких изображений, в то время как для этих они уже и коробки, и с передней, и с задней стороны, в общем все полностью можно рассмотреть. И давайте начнем с первого набора, это у нас коридор Станкива 4 по оригинальной трилогии, по четвертому эпизоду, как вы можете видеть стоит он будет по-моему 55 долларов и 55 евро, что довольно немало, но для такого количества фигурок я думаю более чем хорошая цена это. В наборе у нас 502 детали, и такое вот интересное еще оформление в честь 25-летия, и 7 целых мини-фигурок, Дарт Вейдер, 2 штурмовика, Капитан Антилис, 2 повстанческих бойца, а также конечно же мини-фигурка Арктруппера Файвса, наверное самая крутая в этом наборе. Ну а фигурка чуть позднее, давайте для начала на постройку взглянем, она в принципе довольно простая, напоминает ту, что была в наборе по Мандалорцу, тоже коридор с люком и штурмовиками темными, которые еще дроиды по-моему были, но лично меня она особо не интересует, поскольку я для рамами и прочим не так сильно увлекаюсь, но мы можем видеть некоторые техники, элементы, которые говорят о том, что функционал все-таки будет, видимо там пол будет вращаться, возможно какие-то детальки. Падать или что-то в этом духе, эффект разрушений придаваться, но это скорее как полочный набор, чтобы вот эти вот фигурки, идущие в комплекте, можно было расставить и разыграть сценку из начала 4 эпизода, вообще первая сцена в Звездных Войнах, где мы увидели Дарта Вейдера и штурмовиков и сразу в действии. Ну что касаемо более конкретно, у нас здесь Дарт Вейдер, Дарт Вейдер я так полагаю такой же как был вот недавно, то есть с принтованными руками, что довольно здорово, вот можете сразу получить новейшую его версию. Далее два штурмовика, ну штурмовики на самом деле такие себе, мне новые версии их вообще не нравятся, у них шлема очень непохожие, и все равно версия 2014 года в разы круче. Но как дополнение тоже они тут есть. Капитан Антилес, не знаю такой же он как был в 2019 году из набора Танки в 4 или нет, но в любом случае очень уж похож он на ту версию, ну и плюс еще два обычных повстанческих бойца. Так что состав фигурок по мне довольно хороший, исполнение ну чуть похуже, но тем не менее, ну мне они в любом случае не нужны, у меня уже две штуки Дарта Вейдера есть с принтованными руками, штурмовиков у меня тоже там целая армия стоит, повстанцев я просто не собираю. Вот, что куда интереснее, это конечно же фигурка Арктруппера Файвса, тут ее конечно не видно, поэтому давайте перелеснем. Здесь можно еще раз смотреть небольшой функционал, вот тут Дарт Вейдер душит бедного Антилеса, и это как раз таки показано, то что с помощью рычажков можно действительно какие-то тут коридорчики открывать и проворачивать различные детальки. Что же до Арктруппера Файвса, то он у нас, ну можно его тут разглядеть, на подставке он стоит, вот, но кстати подставка скорее всего запринченная, там логотип 25 лет Лего Звездных Войн, примерно то же самое было 5 лет назад, там тоже в каждом наборе были подставки, но уже с 20-летием, тут уже 25 лет, и вот более подробное изображение собственно самой фигурки Файвса. Ну выглядит честно, я вам скажу, не очень он хорошо, я надеялся она чуть больше, но давайте по порядку, ноги у него запринтованы нормально, тут никаких у меня претензий нету и нареканий, хорошая пропечатка, вот, но единственное, что мне не нравится, это не столько, конечно, к ногам относится, а то, что тут нету камы именно такой физической, или может даже пластиковой, она просто пропечатана, но знаете, если там с предыдущими фигурками это еще как-то прокатывало, зато арктрупер, большую часть, ну или хотя бы значимую часть, образа которого играет как раз-таки наплечник и кама, да, то кама тут она отсутствует, при том, что наплечник у него есть, причем он тканевый, да еще и с пропечаткой, почему они, раз уж решили сделать один тканевый элемент, решили не делать второй, это для меня просто загадка какая-то, но тем не менее, его тут нету, вот эти вот маленькие принты на ногах, которые символизируют каму, но это даже смешно просто, поэтому, если хотите полноценную версию Fives, то вам придется отдельно докупать ему вот каму, возможно, от каких-то кастомайзеров, или леговскую от арктрупера 2012 года, но тем не менее, что касаемо туловища, ну тут нареканий нету, все сделано довольно неплохо, разве что кармашки, вот эти вот черные, мне кажется, они слишком уж большие, но на этом можно закрыть глаза, потому что, ну, как минимум, тут есть принты на руках, что довольно здорово, до этого уклонов такое было только у капитана Рекса, из UCS Венатора, ну а теперь еще и у Fives, но они должны быть другие, я так думаю, они будут другие как раз-таки, наплечник, ну наплечник неплохой, хотя, если бы был такой, как у арктрупера в том же 2012 году, мне кажется, было бы все-таки покруче, но ладно, спасибо, что хоть такое сделали, камон, вообще никак не лишились, шлем, ну шлем на самом деле неплохо выглядит, но если присмотреться, то возникают вопросы, во-первых, его это сигнатурная пропечатка, она тут очень плохо сделана, и вообще не бросается в глаза, во-вторых, я не понимаю, почему они сделали его шлем именно в второй фазе брони, а не допустим, как это было полупервая, полувторая фаза, именно как сигнатурный шлем у арктруперов, я чуть попозже покажу, там отдельная фотография есть, и еще я не понимаю, почему клоном, командором в последнее время стали давать в качестве оружия вот эти вот большие пистолеты, они по размеру больше его головы выглядят, я не понимаю, как он в руках может его удерживать, вообще еще и владеть им эффективно, в общем, да, странно, вот, но еще у него, что круто, имеется голова необычная, специально для фальса, там на него даже татуировку сделали на голове, что может не радовать, ну и, собственно, вот он еще сзади как выглядит, и что меня удивило в хорошем смысле, то, что мы можем видеть вот на этом изображении, если присмотреться, у него там сзади бэкпэк есть, да, я уж подумал, что его не будет, но он есть, что прям спасение для меня какое-то, потому что, если бы еще ему бэкпэк не сделал, это бы вообще какой-то кошмар был, но так еще нормально, но как я вообще планировал, представлял, чтобы он примерно вот так вот выглядел, согласитесь, это куда лучше результат, это, конечно, уже отклон Army Customs от кастомайзеров, но все же тут и шлем более правильный, с более ярко выраженным вот этим вот его символом, символом и наплечник тоже как-то более по форме, что ли, ну и, понятно, кама тоже есть, но это кастомайзеры, если хотите, можете вот такую версию у них взять, ну, либо вот моя кастомная такая, полу-леговская, полу-кастомная, ну, в любом случае, я бы, знаете, что сказал насчет файса, он неплохой плацдарм для создания вашей фигурки, то есть вы берете ноги, туловище и голову вот от этого файса, но добавляйте ему каму, наплечник и шлем от клон Army Customs, тогда вообще идеальная фигурка будет, ну, мы идем дальше, и у нас еще один набор, это R2-D2, сборная модель с двумя фигурками в комплекте, это у нас R2-D2, собственно, но он, по-моему, больше, как и везде в других наборах, ну, и что куда круче, это Dart Malak, ну, давайте для начала про набор, тут он, как бы, я не знаю, что можно про него сказать, вы сами все видите, такие модели у нас уже две штуки выходили раньше, причем они были куда круче, они по размеру были более масштабные, и детализация, как по мне, у них была получше, да и к тому же вот эти вот торчащие элементы, они в предыдущих версиях, вы их могли просто внутрь самого R2 сложить, типа, и они бы доставались оттуда, в то время как здесь их, судя по всему, может быть, просто откреплять от общей конструкции, что они есть, хорошо, но, ладно, вот, собственно, спереди, и вот коробка сзади, ну, ничего необычного, просто полочный набор. Что же до Dart Malak, то вот это, конечно, дело куда интереснее, я уж не знаю, почему они решили сделать именно Dart Malak, и именно сейчас, если бы они это сделали в 2014 году, когда выходили наборы по Старый Республике, это было бы логично, сейчас, ну, я как бы рад очень сильно на самом деле, да, потому что, ну, блин, Dart Malak получить это в наше-то время дорогого стоит, причем сделан он очень даже качественно, я бы сказал, то есть к ногам, к туловищу, у меня вообще никаких претензий, голова тоже шикарно, вот на другой фотографии мы можем видеть то, что они даже ему пропечатали, то, что у него там челюсти нет, то ему же Реван в поединке там отрубил ее, вот, и насчет респиратора, это, я так полагаю, эксклюзивная деталька, по крайней мере, вот на ближайшее время, выглядит неплохо, хотя слишком, я думаю, громоздко, то есть она прямо на пол башки у него находится, она все-таки чуть-чуть поменьше должна быть, но ладно, как бы это небольшая проблема, еще один такой просто вопрос, почему у него плащ, ну, как бы спасибо, что он есть, но он почему-то коричневый, хотя должен быть, по сути, черным, я даже на вутипедии, на официальный смотрел, там описано, прям, что он черный должен быть, хотя на некоторых артах, справедливости ради, скажу, что он и в паре не изображен с коричневым, но кто-то рисует с коричневым, кто-то с черным, в общем, ладно, это небольшая проблема, на этом видео подходит к концу, пишите в комментариях, что вы думаете про эти наборы, и будете ли вы их покупать, лично я еще нахожусь в раздумьях, поскольку сами-то наборы мне особо не нужны, а вот фигурку Файвса и Дарта Малака я бы, конечно, хотел заполучить к себе в коллекцию, но, вероятно, купив отдельно от набора, то есть, заказать на Барклинке или на ebay, но я побаиваюсь того, что они будут стоить больше половины всего набора, с учетом их эксклюзивности, по сути-то, у меня уже есть кастомные версии Дарта Малака и Файвса, но и официальные лего фигурки я бы, конечно, тоже хотел в коллекции иметь, ну, посмотрим, еще есть время пораздумывать, поскольку наборы выйдут только в марте, да, я забыл про это сказать, лист назначен на март, в любом случае на сегодня это все, всем спасибо за просмотр, в будущем можете ожидать разборы других новинок, как только появится их изображение, я же с вами прощаюсь, всем удачи и да пребудет с вами сила!